Следующая глава Бабу Маджаа Фи Кэссратил Халиф Глава о тех, кто много клянется Или же о многочисленных клятвах Аллах Субхану А.Т. говорит Вахфазу айманакум, оберегайте свои клятвы Абу Хурейра рассказывал, что он слышал, как посланник Аллаха Салла Аллаху А.С. говорил Бухари, муслим, привели этот хадис То, что клятва является причиной быстрой продажи товара, но уничтожает его баракат То есть заработка за этот баракат Покупаешь машину, брат, в этой машине какие-то проблемы, в Аллахе нету Человек поверит на твое в Аллахе, но те деньги, которые за эту машину ты возьмешь у тебя не будет за него бараката И любые вещи, как говорится В Аллахе, мы не делаем так, в Аллахе и так далее Ни в коем случае нельзя В соответствии главы книги Недобожия То, что из полноты единобожия, уважения То есть и уважения к именам Аллаха Субхану Аталя Каким образом То, что человек не как бы унижает их постоянно клянясь Постоянно клянясь То есть Клятва, мы сказали это возвеличивание Аллаха И когда человек постоянно постоянно это делает Как будто бы теряется цена этой клятвы Аллаху Амус Саану Как я вам говорил про некоторые страны Что ты веришь там человеку до тех пор пока он поклянется Аллаху Аллаху Амус Саану Только он начинает кляться Аллаху Ты уже знаешь что этот человек говорит неправду То, что мы сказали Общее значение этого хадиса Братья Юхадзи Русаллаллаху Алимус Саану Алимин Аттагавун Бельхалива Кахрад Истимали Илитарвы Джессила Илитарвы Джессила Илитарвы Белькаса То есть Пророк Алиссалату Ассалам предостерегает людей от того чтобы они несерьезно относились к своим клятвам и постоянно клялись Для чего? Для того, чтобы побыстрее продать то, что они продают или же заработать что-то Потому что человек когда клянется что этот товар я получил за столько-то или же он купил его за столько-то часто бывает на рынке какую-нибудь футболку или еще что-нибудь хочешь купить стоит она 500 рублей начинаешь торговаться да я сам ее за 450 купил Ну Аллаху Акбар то есть если бы ты за 450 купил бы эту футболку если бы ты пришел ради 50 рублей ну как бы все мы люди-человеки все мы понимаем как бы что тут происходит поедет человек клянется в Аллахе и так далее Аллаху Акбар то есть и это стало что-то как говорится хатман лязима то что как будто бы обязательным постоянно у всех это присутствующего Аллаху Акбар и быть может тот кто покупает действительно поверит человеку который поклялся и возьмет этот товар у него как бы с той как бы с наценкой почему потому что поверил в клятву этого продавца а этот человек почему поклялся только желая чтобы получить какую-то наценку и такой человек ослушался Аллаху Акбар и баракат из его заработка этот человек потеряет соответствие хадиса главе то есть в принципе вообще продавец не обязан никому говорить за сколько он покупает этот товар то есть какое как говорится твое дело ты покупаешь покупаешь за сколько он его купил откуда он купил это как бы не твои заботы то есть хочешь иди поищи но поищи дешевле тебя никто не заставляет покупать именно здесь ну как бы если уж мы покупателей защитили нужно так же защитить и продавцов то есть продавец не обязан рассказывать тебе где и за сколько он купил а просто это часто бывает особенно когда братья начинают чем-то торговать приходит человек и говорит а за сколько ты а где ты то есть какое тебе дело то есть человек зарабатывает это его риск то есть Какое тебе дело? Хорошо, если ты хочешь где-то там в другом месте открыть и так далее. Так, просто так, зачем ты спрашиваешь? Чтобы лишний раз другие люди говорили, а я знаю, за сколько он покупает, а продает за столько, ауду, биля и так далее. Аллаху муссалам. Соответствие хадиса главе Аннафи, то здесь предостережение от постоянной клятвы. Для чего? Чтобы продавать там что-то. И разъяснение того вреда, который заключается в этом. В пользу из этого хадиса первое. Здесь братья предостережение от частых клятв. Для чего? То есть для того, чтобы продавать свои товары и так далее. Почему? Потому что это как бы унижение, не скажем унижение, как бы недостаточное уважение к именам Аллаха, и это нарушает тавахид, то есть делает его слабее. Второе. Указание на то, что выходит из лживых клятв, из вреда. То есть какой вред содержится во лживых клятвах. Третье. Третье. Указание на то, что заработок, который был, то есть через харам заработан, сколько бы его не было, даже если это большие миллионы, миллиарды и так далее, миллионы, миллиорды, то никакого барака и никакого блага в этих деньгах не будет для человека. И это, вау-лай, тот, кто видел тех, кто людей занимаются таким, то есть какими-то заработками харамными, видел то, что, вау-лай, никогда барака-то не бывает в этих деньгах. От Сальмана приходит, что посланник Аллаха, салла Аллаху алейху асалям, говорил, Трое. Не поговорит с ними Аллах, не будет разговаривать с ними Аллах. И, то есть не будет их, то есть хвалить, очищать от чего-то плохого и так далее. И для них будет страшное мучение. Первое. Ушейна тунзанин, вааилон мустакбир, ва рожелин джа'ля Аллаха беда'атаху, ла яштери, илля бьямини, ва ля био, илля бьямини. Хадис-привод Табарани с достоверным иснадом. Сальман аль-Хариси рассказывал, что посланник Аллах, салла Аллаху алейху асалям, сказал, что Трое, с ними Пагниква говорит, Аллах не, то есть очистит их, то есть не сделает им тазгей, и также им обещаны страшные мучения. Первый, это кто? Это старик, прелюбодей. Второй, какой-то бедняк, который превозносится, то есть высокомерный бедняк. И также человек, который сделал Аллаха своим товаром, каким образом? Не покупает, кроме как, если ему поклянуться, и не продает, есть кроме как поклявшись. Кто такой Сальман? Сальман наверняка здесь подразумевается Абу Абдулла Сальман аль-Фариси. Аслюху мин асбхан ау рама хурмуз. То есть это он был, то есть либо из асбхана, или из рама хурмуза. То есть он был персом, который принял ислам. И приходит слабый хадис, то что пророк Али Салат сам сказал, Сальману минна, Сальман из нас, и так далее, Сальману мин али бейтина, то есть Сальман из нашего, то есть из Алю Гаитр-Расуль, из семейства пророка, но этот хадис недостоверен в Аллаху Аля. Аслям аанда кудумин Наби, саллаллаху алей вассалям аль-Мадина, он принял ислам, известная его история, я думаю, много кто из вас ее слышал, что он принял ислам, когда пришел пророк, алей саллату асалламу, в Медину, во шахиде аль-Хандах, а в Агайра, то есть он сражался в битве при Хандах и в других, то есть Хандах это что такое? Битва урва. Значение этого хадиса говорит Шаид Фаузан, «Юхберу саллаллаху алей вассаляму, ам саллатхати аснафин минал усати, юаакабу на ашаддаль макуба, лишена атиджарайни». То есть пророк, алей саллату алей вассалям, сообщает нам о трех видах грешников, которым будет страшное наказание. Почему? Потому что они совершают страшные грехи. Первый. «Маньяр такибу фахшта зина маакиба ресинни». Тот, кто попадает при любодеянии, хотя он является взрослым. Почему? Потому что уже нет ему смысла делать зина. Почему? Ты уже старик, все. Ты уже старик, то есть нет тебе смысла. И это указывает на то, что человека этого сподвигает на грех, что? Только то, что он любит эти грехи. То есть у тебя нет никакой нужды в этом грехе, если ты это делаешь, значит что? Значит ты просто любишь грехи, и ты такой плохой человек. Да, несмотря на то, что при любодеянии это страшный и скверный грех от любого человека, а что говорить про такого, кто то есть по сути в нем и не нуждается. Второй. «Факиру не атакаббару аля нас». То есть бедняк, который ничего из себя не представляет, и он проявляет высокомерие перед людьми. «Валькибру, ва инкана табихам мин кулли ахад, лакин альфакира лисалям мин альмал, ма индуху и лялькаб кибр». То есть кибр, высокомерие, оно скверным, то есть является скверным нравом от любого человека. А что касается бедняка, то есть у тебя нету ни денег, ничего, что бы заставило тебя высокомерничать. То есть ты сам мискин. «Фастикбару ма адами да илейх ядулля аля анналь кибра таби'атулла». И поэтому его высокомерие указывает, то есть хотя у него нету ничего, никакой причины для этого, указывает на то, что его высокомерие это просто то, на чем он, то есть это его таби'ат, это его естество, то есть на то, что он такой плохой. Поэтому, братья, здесь опровержение тем народам, которые кичат со своим происхождением, что я такой-то, я такой-то и так далее, начинают порочить арабов, говоря, что арабы это сыновья таких. Братья, субханаллах, если бы кто-то и мог бы кичить со своим происхождением, то это арабы, братья. Арабы от кого произошли? От Ибрахима, от Исмаиля. Да, у них был Кахтан и так далее, но даже считается, самый чистый диалект, это курайшитский диалект, курайшит это кто? Это сыновья Исмаиля. То есть у них, братья, есть Ибрахим, есть Исмаиль, есть Мухаммад, саллаллаху алейкум, помимо них, кто у них есть? Абу Баккар, Омар, Усман, Али, то есть перечисляй, сколько хочешь. Теперь мы возьмем любой другой народ, братья, любой другой народ, у них хотя бы, как говорится, ноготок Абу Баккара есть, не говоря уже о посланнике Аллаху алейкум, о посланнике Аллаху Исмаиля, о посланнике Аллаху Ибрахим, о посланнике Аллаху, лучшем посланнике Аллаху алейкум, Мухаммаде, алейкум салату алейкум, то есть эти люди, у них хотя бы есть причина, как говорится, высокомет, даже они, им нельзя, пророк алейкум салату алейкум, как сказал, то есть никакого достоинства у араба над неарабом нет, достоинства только в богобоязненности. Что говорить о ком-то другом? То есть даже в этом хадисе братья, пророк Али Салат сам указывает нам на что? То есть араб над неарабом не указывается какой-то другой народ. То есть если бы как будто кто-то и мог бы сказать, это арабы. Потому что у араба нету достоинства над неарабом. То есть почему говорит пророк Али Салат сам, что у араба нет? Почему не говорит, что у перца нету превосходства? Говорит у араба, то есть начинается арабов. Почему? Потому что братья среди арабов подвижники среди арабов, сам пророк Мухаммад, у них братья язык, кто-нибудь из нас, чтобы просто прочитать Куран и понять его значение годами изучает арабский язык это человек с пеленок его знает человек рождается и он просто от того, что он живет в арабской семье, нормально разговаривает и как говорится, свободно себя чувствует так же, поэтому братья вот этот Айль Мустакбир Аллаху Аля туда заходятся так же те люди которые ничего из себя не представляют их народ никто, не порицает их народ но по сути, ни ты, ни твой народ ничего из себя не представляет, почему ты кичишься почему ты высокомерничаешь, мы сделали так-то, мы были так, ну и что во-первых, это не был ты сам лично, во-первых, во-вторых даже если мы были, мы были, арабы в тысячу раз больше тебя могут привести примеров на такое, сколько было с подвижниками практически все арабы, сколько блага братья было от арабов и так далее по сей день, альхамду лилля и начинают порочить арабов да арабы, 20% из них вообще христиане да они там такие самое зло от арабов и так далее Аллаху Акбар как некоторые из них, братья, дошли до того, что сказали, что как может прийти араб и научить меня моей религии, Аллаху Акбар самый первый, кто научил тебя религии о мискин, кто? араб, пророк Мухаммад кем был? то есть арабом был, поэтому остальные, те, кто донесли до тебя эту религию были кем? арабами, то есть мы не возвеличиваем арабами, мы не следим за самими арабами но, то есть мы не должны не порицать их, как мы говорили о том, что есть хадис, что пророк Алиссалату Асам сказал порицать какой-то род и так далее что это то есть это из времен первого невежица то есть это страшный грех а человек, субханно, китится своим происхождением хотя не имея на того права и порицает кого-то, который то есть если даже и сказать дозволить кому-то как говорится, фарадан если и дозволить кому-то высоко то действительно единственный, кто дозволит, достоин этого это братья, кто? это арабы, субханно потому что они могут тебе привести то, что мы сыновья таких сыновья таких, сыновья таких как рассказывают, что один брат из таких некоторых известных народностей которые очень любят кичить со своим происхождением сказал мы из сыновей Нуха, говорит то есть мы из потомков Нуха алейхиссалам и этот араб, альхамдуллах долго не думая, говорит а я, говорит, из потомков Адама, говорит то есть во-первых, братья из потомков Нуха все, субханно все умерли во время пророка Нуха только он и те, кто умерли то есть какое-то количество которое было вместе с ним все, то есть все произошли от них хочешь ты, не хочешь признавать и так далее, раз и даже если так хорошо остальные все от Адама брат, тебе может китаец прийти и сказать что я из потомков Адама так же поэтому Аллаху встан то есть что это такое не говоря уже о том что арабы в принципе то есть потомки братья из подвижника потомки пророка Мухаммада саллаллаху алейхиссалам Аллаху мустаам третий вид ман яджалю л-хуллифа хулл л-халлифа билллахи беда'ата л-ху юксир мин истимали филбэй а ваширай фаям тагину исмалллахи ваджалюху василятан ликтисабил ма у тебя хуллиф написано или как? у тебя голосов нет? нет, алхамдуллах халлиф здесь хуллиф написано хорошо когда нету л-хуллиф третий это кто? это тот кто свою клятву Аллахом делает как товар то есть постоянно постоянно клянется чуть что чуть что то есть при любом нужде и без нужды клянется Аллаху субханаллаху ата'але для чего? фаям тагину смаллахи ваджалюху василятан ликтисабил ма то есть и он как будто упозорит имена Аллаха субханаллаху ата'але таким образом то есть как-то унижает их принижает их достоинство делая их средством для просто заработка то есть субханаллах продает и покупает через имена Аллаха в соответствии хадиса главе то есть здесь указание на то что то есть предостережение от постоянных клятв когда то есть при купле-продаже торговли польза из этого хадиса братья первые то есть здесь предостережение от постоянного использования клятв в продаже и покупке и также то есть призыв хранить свои клятвы призыв хранить свои клятвы и уважать имена Аллах субханаллаху ата'але второй указание братья во втором пункте говорит шейх указание на то что Аллах субханаллах разговаривает и то что он будет разговаривать с тем кто подчинился ему и будет то есть это как бы то есть это будет почет почет для этого человека то есть как бы почитая его он будет Аллах субханаллах с ним разговаривать лейса минкум илла саюкаллиму рабу яума льва как в реваятах хадиса пришло то что каждый из вас с ним поговорит Аллах субханаллах в судный день лейса байну байну турджума и не будет между ними переводчика третье предостережение от греха прелюбодеяния особенно от старца четвертое предостережение от высокомерия греха высокомерия особенно для какого-то бедника имам муслим приводит хадис Имрана ибн Хусейна что он говорил что посланник Аллах der beat то есть говорит Имран ибн Хусейн что посланник Аллах говорил лучшие люди в моей общине это мое поколение а затем те кто за ними а затем те кто за ними и Имран говорит я не помню после своего поколения упомянул двух И среди них, и после этого, после этих поколений, будут такие люди, которые будут клясться в то время, как их никто даже и не просит клясться. То есть, и они будут лгать, предавать людей, и не будут они безопасными. И они будут давать обеты, давать клятву, слова и так далее, и не будут их выполнять. И среди них будут, то есть, толстые люди. То есть, будет не среди них, то есть, жирные люди. То есть, начинают толстяки будут появляться среди этих людей. Общее значение этого хадиса. Посланник Аллаха, саллаллаху алейху саляму, сообщает, что в этой уме лучшие люди, это первые три поколения. А это сподвижники, те, кто последовали за ними, и те, кто последовали за теми, кто последовал за сподвижниками. Почему? Потому что ислам появился среди них, и они самые близкие люди к пророчеству, Мухаммада саллаллаху алейху асалям, то есть, к эре, или же к эпохе пророка Мухаммада саллаллаху алейху асалям. и говорит шейх Ваузан что после этих поколений появится зло в этой общине и будет много бидатов и то что люди будут то есть свободные свидетельств они будут клясться вообще без проблем и то что люди будут легко относиться к своим аманату будут нечестными не будут достаточно честными и не будут выполнять свои обеты и также среди них появятся люди которые будут любить блага этого мира и забывая про ахира и то что среди них появятся вот эти страшные грехи указывает на слабость их ислама в соответствии хадиса в главе то есть здесь порицание тех кто легко относится к своим свидетельствам то есть освидетельство это из разряда клятв то есть когда человек свидетельствует за кого-то польза из этого хадиса первое то есть указание на достоинство первых трех поколений или же четырех потому что Аймран сомневался на Аллаху Алим в других риваятах указывает что два как придет это в следующем хадисе то есть это правосподвижники второе указание на порицание спешить в свидетельствах то есть тебя тебя еще никто не просит свидетельствовать о ком-то и ты спешишь я за свидетельствую я за свидетельствую третье порицание несерьезного отношения к своим обетам и то что является обязательным выполнять свои обеты то есть что то есть запрет на предательство того кто тебе доверился и то что нужно обязательно вверенное тебе лишь доверенное тебе выполнять должным образом пятое указание на порицаемость довольствоваться всякими благами и так далее и желание этого света отворачиваться от то есть ахира то есть ахирата шестой алям и так же это здесь указание на пророчество Мухаммада ведь он рассказал нам такую вещь которая не была в его времени но она появилась и действительно это так случилось Также Бухарий и Муслим приводят Хадис Ибн Мас'уда Что пророк Говорил Лучшие люди Это мое поколение А затем те кто после них А затем те кто после них А после этих поколений Последуют люди которые будут Клясто раньше чем будут Приносить свои свидетельства И будут свидетельствовать до того Как они поклялись Будут клясться, свидетельствовать И вообще не видеть в этом проблем И Ибрагим Анахай говорил Когда мы были маленькими Нас били за то что мы клялись И свидетельствовали То есть говорит Ибрагим Анахай Что их воспитывали вот таким образом Ибрагим Анахай кто такой? Чей из ученик? Говорили же Нет Ибрагим Анахай это тот кто сказал о том Что они не любили То что не любили Да то есть амулеты из Кур'ана И так далее Говорил они Это кто такие? Это ученики Альцама И так далее Из учеников Ибн Масуда И он говорит то что Когда они были маленькими Воспитывались То есть в среде сподвижников Их били за то что они клялись То есть ребенок постоянно Умер он в 96 году То есть Абу Абрам Ибрагим ибн Язида Наха алькуфи Минаттабаин Маммин фукаха Ихим Матасанна таситтин Ватисаин И в Аллаху Ам Хорошо Зачение этого хадиса Братья Юхверу саллаллаху алейху саллама Нахайра гадил умма Тил куруну салят Опять же пророк Алейху саляту асалам Сообщает нам О том что лучшие в этой общине Это первые три поколения А потом придут такие люди Которые будут несерьезно Почему? Потому что у них будет Слабый иман Слабая вера И поэтому они будут Несерьезно относиться К свидетельствам И клятвам То есть неважно Слышат они эти клятвы Или же сами клянутся То есть потому что Они не особо боятся Аллаха И особо как говорится Не парятся по этому поводу Если можно так выразиться Аллаху Муссан Ибрахим Говорит о том что Они что делали То есть Таби'ина Учили таким образом Когда они были маленькими Их обучали Возвеличивать шахаду Чтобы они росли на этом И ни в коем случае Не считали это чем-то Простым Соответствие хадиса Главе братья То есть здесь указание То есть предостережение От простого отношения Или же несерьезного отношения К клятвам и свидетельствам Польза из этого хадиса Первая польза То что самые лучшие Это три первых поколения Второе За вредность Или же порицаемость Спешить в свидетельствах И в клятвах Третье То есть указание На пророчество Мухаммада Ведь то что он То о чем он нам сообщил Действительно Случилось В Аллаху Муста Четвертое То что Саляфы Очень серьезно Относились К воспитанию Своих детей То есть маленьких И воспитывали их Это То есть это Что касается Этой главы Волохлава